Как препарировать лягушку без скальпеля и сдать экзамен на крановщика, не выходя из кабинета? В Челябинске сегодня представили новейшие методики обучения. В рамках традиционного августовского совещания педагогов в ЮРГУ прошла выставка последних наработок. Дарина Гарипова узнала, оказывается лаборатория физики может уместиться на площади в один квадратный метр. Подробности в нашем репортаже. На сенсорной доске без капли крови учитель препарирует лягушку. Вот так теперь будут проходить уроки биологии. С этого года преподаватели смогут в прямом смысле прятать скелеты в шкафу. Анатомию школьники начнут изучать на компьютерах. Необходимо выставить органы спящему человеку в той последовательности, в которой они действительно присутствуют. Правда и оценку поставит не учитель, а умная машина. Если ребенок справился на отлично, виртуальный пациент вздохнет с облегчением. Или наоборот. Можно создать любой объект, будь то лягушка, будь то белка или другое животное. И изучить практически все внутренние органы. Правда, такое чудо техники может зависнуть и даже заглючить. Но с этого года все учебные заведения переходят на электронные журналы. А в 23-й школе появятся даже виртуальные учебники, ридеры. Образование переходит на новые стандарты. Новый принципиальный подход к обучению – это не ставка на набор знаний, это ставка на компетенции, на умение эти знания применять в практической жизни. Мне кажется, это очень важное умение сегодня. Мы ранее этому не учили. А это оборудование будут использовать на уроках физики. С ним учителю не нужно рисовать схемы на доске. Для этого придумали специальный стенд. Здесь законы Ома и правила Буравчика. На одном квадратнометре уместился весь курс физики. Лабораторное оборудование по физике в школах морально и физически устарело. Мы разработали комплекс, универсальный комплекс физика, для того, чтобы охватить все экспериментальные задачи, которые встречаются при изучении курса физика. А эту кибермашину изобрели специально для будущих крановщиков. Прежде чем сесть за пульс настоящей техники, студенты попробуют построить виртуальный дом. Тренажер учитывает даже силу ветра. Неосторожный ученик может и уронить ненастоящий груз. Сделано все для того, чтобы учащийся, который обучается на тренажере, почувствовал себя как можно ближе к реальным условиям по управлению данным краном. А школьники из малонаселенных районов перейдут на дистанционное обучение. В Бредах, Варне и Агаповке будут учиться, не выходя из дома, общаться с педагогами через веб-камеру. Впрочем, учителя обещают, знания, полученные виртуально, будут вполне реальными.